Пошаговый план психологической подготовки к родам. Не спорю, эти моменты важны. В первую очередь они важны для вашего спокойствия и уверенности в собственных силах. Если вы нервничаете, беспокойтесь, никакое дыхание, никакие позы, к сожалению, не исправят ситуацию, и болезненность будет нарастать. Наверное, вы, как и большинство будущих мам, считаете, что главное в подготовке к родам – это подготовить дыхание, узнать, какие позы в родах можно принимать и как можно себе помочь справиться с неприятными ощущениями в родах. Однако не успеваешь оглянуться, а половина беременности уже прошла и до родов остается совсем чуть-чуть, а сделать нужно очень много. Начинается суета, гонка, подготовка. Беременность идет, и кажется, что времени очень много – целых девяти месяцев. И вроде бы есть время и на психологическую подготовку к родам, и на физическую. Начало начинать подготовку к родам нужно с создания спокойствия, мира и гармонии в собственной душе. Одним из важных факторов в успешных родах является правильное психологическое состояние. Только при нужном настрое, при внутреннем устойчивом положительном состоянии, вы сможете родить легко. Еще один важный момент состоит в том, что естественные роды, которые проходят легко и спокойно как для мамы, так и для малыша, зависят от гормонального баланса. Проще говоря, к родам вам нужно выстроить свою жизнь таким образом, чтобы положительных эмоций у вас было очень много, а тревога, стресс и беспокойство, сведены к минимуму. Готовиться психологически к родам необходимо начиная с 28-30 недели беременности, поскольку к 37-38 недели ваше состояние уже закрепиться и изменить его в нужную нам позитивную сторону будет проблематично. Физическую подготовку можно начинать гораздо раньше, буквально с 20 недели беременности. Я хочу предложить вам список простых действий, которые сведут стресс, тревогу и беспокойство в вашей жизни к минимуму. И на фоне спокойствия, безмятежности и расслабленности вы можете приступить к более детальной и глубокой подготовке к родам. Составьте список всех дел, которые вам необходимо сделать до родов. Список должен включать в себя вопросы медицинского плана анализы, оформление документов, выбор роддома, выбор врача, бытовые дела, ремонт, перестановка мебели, покупка бытовых приборов, облегчающих жизнь с ребенком, подготовка приданного ребенку, одежда, аптечка, предметы мебели, подготовка вещей для себя, одежда для кормления, косметика на первое время. После родов, пакеты в роддом. Выберите из этого списка только приятные для вас дела, а все остальные делегируйте своим близким, мужу, родителям, родственникам, друзьям. Напишите даты, к какому числу каждое из написанных дел должно быть завершено. Прекратите или сведите к минимуму свою активность на работе. Большинство разумных акушеров-гинекологов рекомендует женщине прекратить работать с того момента, как она узнала о своем положении. Если это невозможно, то хотя бы взять отпуск на первые 8-12 недель беременности и переждать период сильнейших гормональных бурей. Перестройка организма в тихой, домашней обстановке. После 34 недели беременности работать уже крайне нежелательно. Это мешает вам настраиваться на материнство и сбивает внутренние процессы подготовки тела к родам. Прекратите на время общения со всеми неприятными вам людьми. Беременность вносит коррективы не только в образ жизни, но и в ваш круг общения. Если вдруг общение с кем-то из родных, близких или друзей стало доставлять неприятные эмоции, минимизируйте контакты. После рождения малыша все вернется на свои места. Это желательно сделать не позже 32 недели беременности. Каждый день находите в окружающем вас пространстве красивые вещи и лугуйтесь ими. Это могут быть картины, репродукции, которые вы найдете в интернет. Это могут быть медленно кружащиеся снежинки, мохнатые лапы елей в парке, красивый закат, веселые снегири. Просто начните замечать красивое вокруг себя. Раз в неделю делайте себе маленькие подарки. Стремитесь радовать и баловать себя, коллекционируйте положительные эмоции и ощущения. Составьте список вещей, которые вы хотели сделать, но у вас не хватало времени, посмотреть фильм, встретиться с подругой, погулять. По парку, купить какую-то вещицу, и сделайте это. Прослушивайте приятную, мелодичную музыку в течение 30 минут. Многие будущие мамы не выносят классическую музыку, но переступают через себя и слушают, буквально стиснув зубы. Ничего хорошего ни вам, ни ребенку от таких занятий не будет. Музыку можно слушать любую, главное, чтобы она вам нравилась, чтобы прослушивая ее вы получали положительные эмоции, вы расслаблялись. Используйте этот план для психологической подготовки к родам, и все пройдет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...